Приветствую вас, я думаю, что в некоторой степени было бы уместно употребить такой термин, как созависимость у вас, созависимость у вас, вместе с отцом, да? Вот. И, соответственно, ваша привязанность к нему, она имеет несколько болезненную форму, судя по тому, что вы написали, судя по тому, что вы описали, судя по тому, что я вижу. Вот. И вы не имеете лишних границ. То есть, вот с точки зрения просто без личных отношений, вы не отделяете абсолютно себя от него, вы не отделяете себя от этого человека, и вы боитесь, что он с вами все это сделает. Не мама, не мама, не вы, в принципе, защитить себя не могут. Этому нужно учиться. То есть, учиться себя защищать, как физически, так и психологически. Вот. Учиться отделять ответственность свою от ответственности, ну, других людей, да, в данном случае речь идёт, понятно, о вас и о вашем папе. Вот. Дело не столько в том, какие преступления совершал отец наш, когда, ну, преступление или преступление, он, странно, ваш отец, как бы там ни был. Дело в том, как он к ним относится. То есть, одно дело, если он раскаялся в том, что он сделает, то одно, другое дело, если он не раскаялся, то немножко другое. И необходимо понять, что человек делает сам свой выбор. У ваш отец такое впечатление, что испытывает болезненные потребности во внимании вследствие того, что раньше себя чувствовал несколько более значимым, может быть, может быть, более сильным, может быть, что-то ещё такое. Но, по сути дела, признаки истерии есть. Вот. И именно, вот, признаки истерии, скорее всего, и сделали для него возможным вот такое действие, да, такой скачок. Ну, вот, ну, к тому, что вот он смог вынести телевизор. То есть, вы описываете, опять же, непонятно, да, есть ли у вас диагноз какой-то или нет, то есть, то он просто находится в неврологическом диспансере, это один момент. А если у него диагноз и проводится ли ему лечение, это совсем другой момент, совсем другая история. И здесь, как бы, не совсем понятно, происходит ли какое-то лечение. Вот. Но у вас, вы, вы, то есть, у вас вот развилась слезливость и так далее и так далее, это всё созависимость. Созависимость, это чрезмерное вовлечение вас в жизнь, в личное пространство другого человека. Вот. И, соответственно, жертвенное, то бишь, безответственное по отношению к себе поведение, которое обуславливает вашу беззащительность. Вот. А вы даже, вот, пишите, да, не знаю, что делать со своим состоянием психическим, а с ним подавно. То есть, надеюсь на вашу помощь. То есть, вы даже пишите здесь, как жертва. В этом смысле. То есть, вы пишите именно, как жертва. Типа, я не знаю, что делать, а что, помогите мне. А хотите-то вы чего? Есть ситуация, чего вы хотите? Помочь себе, помочь отцу? Хорошо. Давайте помогать, будем сперва поможем вам, разберёмся с вашими страхами, с причинами ваших страхов. Ну вот, для начала. Дальше уже у вас появятся ресурсы для того, чтобы папе помочь, папе что-то сделать. Тут важно понять, что ваши возможности, они ограничены. То есть, важно понять, что отец сам должен хотеть что-то сделать. Отец сам должен хотеть вылечиться, а отец сам должен захотеть изменить свою жизнь. Вот. И если он этого не делает, если у него нет такого желания, то вы ему не поможете. То есть, это будет только лишь расширование, это будет лишь только боль, это будет только негатив, это будут только постоянные переживания и так далее. в которых вы будете просто всё больше и больше себя терять, на самом деле. Вот. То есть, примерно, примерно вот такой ответ, да? Вам можно, можно, да. То есть, вам необходима психологическая поддержка, вам необходима работа со своими страхами, переживаниями, возможно, комплексами, которые вы испытываетесь, ну, которые вы чувствуете. Вот. Всё это вам необходимо сделать и в рамках такого ответа на вопрос вам не помочь. То есть, это нужна индивидуальная работа, нужна психотерапия, только тогда вы сможете ощутить реальные, какое-то, ну, реальные изменения. А пока что, да, просто вот вы, пожаловались, ну, вот, пока что вы просто рассказали твоего страха, ну, и что? А, и что делать дальше? То есть, вот, как бы, что вы хотите? Вот вы говорите, я не знаю, что делать. Чтобы что? Что хотите? Какие ваши желания по отношению к себе и по отношению к этому? В первую очередь, нужно восстановить гармонию. Восстановить гармонию внутри себя. Это первое. Первое и самое необходимое. Второе, исходя из этого, помочь своей маме. То есть, скорее всего, вы ведете себя так же, как ваша мама. Ну, похожа на нее поведение. То есть, здесь сценарное поведение. А мама ваша, она ведет себя в определенном образе. Вы ведете себя так же. Начнули выйти из сценарного поведения. Это работа, это определенный процесс. Вот. Так что, настраивайтесь на индивидуальную работу. Настраивайтесь на психотерапию. Вот. И, соответственно, тогда будет реальный результат. Вот. Вот так. Вот так. То есть, меня как психолога, да, интересует то, что вы пишете, значит, на почве этого у меня развелись проблемы. Какие? На почве чего конкретно. Слезливость, боль в сердце. Слезливость, это чувствительность, да, чувство вины, страдать. Боль в сердце, психосоматика. Навязчивая мысль. Мысль. Это чувство вины, опять же, которое нужно корректировать и освободаться от него. Панические атаки. И страх. Это, насколько это ответственно, проявление потери контроля. То есть, опять же, не ощущение безопасности. То есть, вы не чувствуете себя в безопасности и стремитесь к самому себя поддерживать. Так, боясь того, что я могу встретить его, встретить его случайных порез. И что? Я о чем-то другом думать могу. Каждый не плачет. Вот вы его боитесь. Вот. Вам нужно, вот, увидеть, в чем человек для вас представляет опасность. Конкретно. Вот конкретно для вас, в чем представляет опасность. Взять на себя ответственность за это, и после отдалиться от него ровно настолько, чтобы больше никакой опасности он вам не предсказал. Вот. И уже, что вы для этого сделаете, будет видно в депутатии индивидуальной работы. Потому что, ну вот, так вам не ответить, конечно. Так вам не сказать. Безусловно. Вот. Ну вот, в принципе. Так. Посмотрите, пожалуйста, в интернете создавительность. Посмотрите, пожалуйста, в интернете треугольник Карпмана. Я думаю, что в качестве первичной информации вам это пригодится. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. А, все это заключается в том, что слой не остаться не в семье, а слой не остаться у вас. То есть это разные вещи, на самом деле. И вот круто будет, если вы одно будете отделять от другого. Вот. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.